Всем привет, меня зовут Азат, вы находитесь на канале Автосправочная. В этом видеоролике я хочу рассказать об изменениях для водителей, которые произошли в январе 2024 года. В конце прошлого, 2023 года, я уже публиковал видеоролик, в котором рассказывал об изменениях, которые ожидаются для российских водителей с 1 января 2024 года. В этом видео подведем небольшие итоги, расскажу о том, что же в итоге с 1 января текущего года вступило в силу, что не вступило, о том, какие еще изменения произошли в течение января текущего года, а также о законопроектах января, которые в течение месяца рассматривались в Госдуме, какие из них были приняты, какие не приняты. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Итак, первое, о чем бы я хотел напомнить, это то, что 1 января 2024 года должно было закончиться действие моратория на ОСАГО в новых регионах России. Напомню, что согласно федеральным конституционным законам о присоединении этих новых регионов, в них до 1 января 2024 года не действовал российский федеральный закон об ОСАГО. Ожидалось, что с 1 января 2024 года ОСАГО станет обязательным в этих регионах, но в итоге в конце декабря 2023 года был подписан федеральный закон, согласно которому действие этого моратория на ОСАГО в новых регионах было продлено еще на один год, до 31 декабря 2024 года включительно. Соответственно, закон об ОСАГО в этих регионах должен заработать лишь с 1 января 2025 года, если к тому времени не будут приняты какие-то очередные поправки и переносы. Далее, следующее изменение, которое вступило в силу 1 января 2024 года, это подписанный еще летом прошлого 2023 года федеральный закон о введении на постоянной основе возможности получения кредитных каникул в банках. Ранее эти кредитные каникулы уже предоставлялись в прошлом, позапрошлых годах, но все они были связаны с различными событиями, в том числе с пандемией коронавируса, с различными кризисами и так далее. На этот же раз, с 1 января 2024 года, возможность получения кредитных каникул вводится на постоянной основе. Соответственно, если у вас из-за каких-то жизненных причин резко снизился доход более чем на 30%, то вы можете подать заявление в банк и получить кредитные каникулы сроком до 6 месяцев. То есть на полгода вам будет дана отсрочка и в этот период вы сможете не оплачивать обязательные платежи. Но при этом, понятное дело, что продолжит начисляться процент. Естественно, для таких кредитных каникул есть максимальный лимит займа, к примеру, по кредитным картам он составляет до 150 тысяч рублей, по автомобильным кредитам, то есть автокредитам максимальная сумма ограничена значением 1 миллион 600 тысяч рублей, и по остальным потребительским займам максимальная сумма составляет 450 тысяч рублей. Далее, следующие изменения. С 1 января 2024 года традиционно, как это бывает в начале каждого года, были повышены акцизы на топливо, на бензин 5-го экологического класса и на дизельное топливо. Причем повышение было больше, чем это было в предыдущие годы. Если в прошлом и позапрошлом году с 1 января акцизы увеличивались на 4%, то с 1 января 2024 года акцизы выросли на 4,9%, то есть почти на 5%. Учитывая, что в цене российского топлива значительную часть занимают различные акцизы, налоги и сборы, это увеличение акцизы с виду хоть и небольшой, но в любом случае будет оказывать свою негативную роль на конечную стоимость топлива на российских заправках. Далее, следующие изменения. С 1 января 2024 года в регионах России выросла минимальная сумма за прохождение техосмотра. Напомню, что эта методика была установлена в ФАС еще в 2022 году и, соответственно, каждый год с 1 января минимальная стоимость техосмотра будет пересматриваться. Здесь стоит подчеркнуть и обратить внимание, что речь идет именно о минимальной стоимости, меньше которой техосмотр стоить не должен. Соответственно, максимальный размер стоимости техосмотра не ограничен. По информации газеты «Коммерсант», с 1 января 2024 года в большинстве регионов России минимальная стоимость техосмотра для легковых автомобилей увеличилась на 12% с 913 рублей до 1022. При этом есть регионы, где стоимость прохождения техосмотра будет существенно дороже. К примеру, максимальное значение зафиксировано на Чукотке. Там стоимость прохождения техосмотра для легковушки составляет 4500 рублей. Далее, следующее изменение, которое должно было заработать с 1 января 2024 года, но по факту не заработало, это введение так называемых «синих карт» страхования между Россией и Белоруссией. Напомню, что в июне 2023 года Российский союз автостраховщиков был исключен по санкционным мотивам из международной системы автострахования «зеленая карта». То есть это аналог полиса ОСАГО, который действует при выезде в зарубежные страны, которые участвуют в этом соглашении по «зеленой карте». Соответственно, с лета 2023 года российские «зеленые карты» перестали действовать в зарубежных странах, соответственно, зарубежные «зеленые карты» перестали действовать на территории России. При этом сразу же практически было достигнуто соглашение между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании полисов страхования. И вместо «зеленых карт» с 1 января 2024 года планировали запустить документы, которые должны были получить название «синяя карта» из-за цвета бланков. Однако, по факту, с 1 января 2024 года эти «синие карты» еще до сих пор не заработали. Планируется, что на территории Беларуси они заработают с 1 марта текущего года. На территории России оформление «синих карт» при поездках в Беларусь стартует с 1 апреля 2024 года. Далее, следующее изменение, которое также с 1 января 2024 года планировалось, но не заработало, это законопроект о госрегулировании цен на топливо. Его партия ЛДПР внесла еще в сентябре 2023 года. Согласно данному законопроекту, правительство должно было быть наделено полномочиями по установлению максимальной розничной цены на бензин и дизельное топливо на заправках сроком на 3 года. Соответственно, в случае принятия этих поправок, цены на заправках должны были быть со стороны государства ограничены. В тексте документа была прописана дата вступления в силу этих поправок 1 января 2024 года, но по факту на сегодняшний день этот документ даже не дошел еще до первого чтения, поэтому эта поправка не заработала. Далее, следующее изменение заработало с 15 января 2024 года. Это очередное ограничение по ввозу из Южной Кореи. Ранее уже данная страна вводила свои санкции на ввоз товаров на территорию России. С 15 января 2024 года этот запрет на ввоз в Россию коснулся автомобилей с двигателями объемом больше 2 литров. Таким образом, теперь автомобили объемом больше 2 литров на территорию России из Южной Кореи возить запрещено. Ранее в прошлом году уже был введен запрет также Южной Кореи на ввоз на территорию России машин стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Данная поправка в первую очередь коснется так называемого параллельного импорта, то есть ввозить автомобили по различным обходным схемам территорию России из Южной Кореи в 2024 году стало еще сложнее и дороже. При этом российские заводы Kia и Hyundai, я напомню, что уже не функционируют, то есть они не выпускают эти корейские автомобили. А теперь предлагаю на минутку ответить все от поправок для водителей. Хочу порекомендовать вам классное решение для уборки своего автомобиля. Это беспроводной пылесос Remez Multiclick Pro Telescopic. Чем он хорош? Дело в том, что это универсальный пылесос, который можно использовать как для обычной домашней уборки, так и для уборки автомобиля. Это отличная замена автомобильным пылесосам, мощность которых ограничена, а также бытовым пылесосам, которые привязаны к розетке. В комплект входит целый набор насадок. Для уборки автомобиля лучше всего подойдет овальная насадка, насадка для мебели и щелевая насадка. Для домашней уборки можно использовать подходящие насадки и телескопическую штангу, которая удобно регулируется по длине. А для уборки автомобиля насадки можно устанавливать напрямую к пылесосу, что обеспечивает максимально компактные размеры и удобство при работе. Система быстрой смены насадок позволяет снимать и устанавливать их одним движением. Мощность пылесоса составляет 240 Вт, а максимальная сила всасывания до 24 000 паскаль. Он оснащен бесщеточным электромотором, что увеличивает срок его службы. Пылесос оснащен целым комплексом фильтров – хепофильтр, циклонический фильтр, металлический фильтр и основной циклон. Контейнер для пыли и все фильтрующие элементы можно промывать под проточной водой. Пылесос может работать на одной зарядке до 55 минут. Уровень заряда отображается при помощи светодиодного индикатора. Зарядить аккумулятор можно от обычной розетки. При необходимости можно приобрести дополнительный аккумулятор, увеличив время автономной работы. Для уборки салона автомобиля отлично подходит овальная насадка-щетка. Она позволяет легкостью навести чистоту в салоне, не прибегая к услугам автомойки. Особенно это актуально, если в машине часто ездят дети. Щелевая насадка позволяет убираться в труднодоступных местах – между сидениями, поднями, стыках деталей салона и т.д. А если у вас тканевый салон, то тут пригодится насадка для мебели. Она работает в режиме похлопывающих вибраций, выбивая из ткани пыль и крошки. После уборки очистить контейнер можно бесконтактным способом, нажав всего одну кнопку. Изучить данную модель более подробно, а также выгодно приобрести ее, вы сможете по ссылке в описании. Далее следующее изменение. 18 января 2024 года в правительстве анонсировали продление бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей. Я напомню, впервые этот эксперимент стартовал еще в прошлом, в 2023 году. Согласно поправкам правительства, до 31 декабря 2023 года электромобили получили право бесплатного проезда по платным трассам на территории России. 31 декабря действие этого эксперимента закончилось, но в итоге в правительстве сообщили, что он возобновляет свое действие с 19 января и будет пока что, по крайней мере, действовать опять до конца 2024 года. Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным. Льготы воспользовались около 5000 автомобилистов. Они совершили порядка 315 тысяч проездов. Льгота возобновит действие с 19 января, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Под действие льготы, в частности, попадают платные участки следующих автодорог. Это трассы М1, М3, М4, М11, М12, ЦК, Северный обход Одинцова, а также участок трассы М11 с 15 по 58 километр. Далее, следующее изменение касается грузовиков. Дело в том, что каждый год с 10 по 20 января Росстат публикует фактическое значение динамики потребительских цен за прошлый год. То есть, говоря проще, это фактически размер инфляции по итогам года. При этом, в середине каждого года Минтранс публикует прогнозное значение увеличения тарифа системы Платон. То есть, это система, по которой владельцы грузовиков полной массы более 12 тонн платят за каждый километр проезда по федеральной трассе. С 1 февраля каждого года это значение индексируется как раз-таки вот именно на этот размер инфляции за прошлый год. Соответственно, в середине 2023 года был опубликован прогноз, что в 2024 году, с 1 февраля, тариф Платона планируется увеличить на 15 копеек. За каждый километр должен был быть рост. В итоге, 19 января 2024 года Минтранс опубликовал со ссылкой на фактическое значение инфляции, что фактическая индексация тарифа Платона будет больше на 6 копеек. Вместо 15 копеек рост составит 21 копейку. Соответственно, с 1 февраля каждый километр проезда по федеральной трассе для грузовиков полной массой больше 12 тонн будет стоить 3 рубля 5 копеек. Далее, следующие изменения касаются Платной парковки. С 22 января 2024 года в 9 районах Москвы сразу на 50 новых участках была введена плата за парковку. Перечень этих районов вы видите на своих экранах. Как пояснили в Департаменте транспорта Москвы, данные ограничения были введены на наиболее загруженных участках для того, чтобы увеличить перепускную способность дорог на этих участках и снизить проблемы с парковкой. При этом в Департаменте транспорта напоминает, что местные жители, которые проживают в этих районах, по-прежнему могут заключать соглашение и пользоваться этими парковочными местами на бесплатной основе. Далее, следующее изменение заключается в том, что 31 января 2024 года должно закончиться действие поблажки, согласно которой в России разрешалось выпускать новые автомобили, не оснащенные системой экстренного реагирования «Эроглонас». Напомню, что это постановление правительства, опять же, неоднократно продлевалось. Пока что в актуальной версии прописано, что оно действует до 31 января 2024 года включительно. Но я подозреваю, что в последний день января, как обычно это бывает, данная поправка может быть в очередной раз отложена и перенесена. Но пока что на момент съемки этого видео она продолжает действовать. И теперь давайте вспомним законопроекты для российских водителей, которые рассматривала Госдума в январе текущего года. Так, 16 января 2024 года в первом чтении Госдумы был отклонен законопроект, которым предлагалось дать полномочия регионам вводить ограничение скорости, либо полный запрет на эксплуатацию средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и так далее. Депутаты данную инициативу не поддержали. Зато уже 18 января 2024 года в первом чтении Госдумы был одобрен нашумевший законопроект о запрете иномарок в такси. Напомню, согласно тексту этого документа планируется запретить эксплуатацию в качестве такси автомобилей, которые не соответствуют требованиям по уровню локализации. То есть это либо иномарки, которые ввозятся на территорию России, либо даже те модели, которые в России по факту собираются, но они не локализованы. То есть речь идет о так называемой отверточной сборке. Второе чтение данного законопроекта планируется уже в феврале текущего года. 24 января 2024 года в первом чтении Госдумы был отклонен законопроект партии ЛДПР о запрете на частные камеры. Напомню, что согласно тексту документа предлагалось разрешить фото-видео фиксацию нарушений ПДД на дорогах только камерами, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Однако эту инициативу депутаты не поддержали. Уже на следующий день, 25 января 2024 года, депутаты также в первом чтении отклонили законопроект, который находился в Госдуме еще с 2019 года. Им предполагалось отменить транспортный налог для автомобилей инвалидов. Однако документ получил отрицательное заключение правительства, счетной палаты и профильного комитета Госдумы. В итоге депутаты его отклонили в первом чтении. А 30-31 января 2024 года в Госдуме планируется рассмотреть законопроект, которым предлагается отложить действие часть поправок для водителей такси, которые вступили с 1 сентября прошлого 2023 года. Но успеют ли депутаты рассмотреть данный законопроект, пока, конечно, неизвестно. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. А уже в следующем видео я расскажу об изменениях для водителей, которые ожидаются в феврале 2024 года. Чтобы его не пропустить, самое время подписаться на этот канал. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!